Я думаю, уже многие из вас слышали о сайте anylevel.com. Это действительно лучший сервис, где можно быстро и без труда купить новый аккаунт или запустить свой старый. Сайт сделан очень круто, у них железные гарантии и даже онлайновая техподдержка на всякий случай, и этому сайту точно можно доверять в отличие от некоторых. А для моих подписчиков скидка 7% по промокоду TOPDOTA, ссылка в описании. Всем привет! Это канал ТОП ДОТА и новый видосик, в котором мы поговорим о новом ивенте, приготовленном компанией Valve. Уже примерно месяц как утихли крики по поводу Дайртайда и его отсутствия, все вроде бы как смирились и ждут нового героя. Типа раз ивента уже не дождались, то дождёмся хотя бы Манки Кинга. Однако мало кто замечал тот факт, что Valve сами полили дату выхода героя, тем самым кое на что намекая. В одном из видосов я уже показывал этот скрин, который говорит, что обнову нам стоит ждать 12 декабря. Но что ещё важнее, так это то, что вообще обычно происходит 12 декабря, не только в этом, но и в прошлые года. И если мы немного повспоминаем, то обнаружим, что например в 2012 году 12 декабря стартовало холодрыжество. Это такой забавный ивент, где игроки превращались в гряволов, убивали гряволов нейтралов, ловили на реке золотого босса грявола и под конец матча радовались чудному и вкусному дропу в виде разных шмоточек для каждого игрока. И всё это под какаушку, пока на улице всё заметает снегом. Было всё очень атмосферно, по-зимнему лампово и круто. На следующий же год Валв вновь ввели ивент в этих числах. Это уже была ночь призраков. Тут нужно было дефиться от огромных волн крепасов, жутко ауешить, а в конце убивать огромного злого Врейс Кинга, которого вы изначально защищали. Ну и по традиции в конце матча всем дропались вещички. Следующие два года Валв показывали нам Балтиару и вводили какие-то непонятные новоцветы в честь китайского нового года, пытаясь завоевать тамошнюю аудиторию. И как мы видим, сейчас они продолжают держаться этой политики и байтят китаёзов на мамки Кинга, который у них на родине известен всем так же хорошо, как нам известен Бабайка, Дед Мороз, Смей Грыныч и прочие сказочные создания. И вот тут вот вопрос, как Валв поступят в этом году и когда они введут ивент? Либо это будет событие в честь христианского Рождества, то есть 12 декабря как раньше, либо же опять попытка привлечь к игре китайцев и ивент под китайский новый год, как в последние два года были новоцветы. А этот новый год будет аж 7 февраля, причём по китайскому календарю настанет год обезьяны, что прямо коррелируется с Манки Кингом. Вы конечно можете сказать «Йоу чувак, почему бы не сразу два ивента, один в начале декабря, а второй в начале февраля, и все довольны». С первого взгляда да, и скорее всего так и будет, но если Валв по такому пути и пойдут, то ивенты мягко говоря будут не особо крутыми. По сути на подготовку у них будет столько же времени как обычно, но зато в два раза больше работы, плюс им нужно будет сделать так, чтобы экономика доты не просела к чертям из-за обилия халявного шмота с ивентов, и единственное решение спасти экономику – это как-то ограничить количество этого поступаемого шмота. Или же если простыми словами – хрен вам будет падать что-то вкусное, да ещё и бесплатное. И вместо одного крутого атмосферного ивента с кучей дропа у нас будет целых два, но не таких проработанных, без кучи вкусняшек, так ещё и с донатом. Скорее всего для участия в каждом нужно будет покупать Аркану сначала на Джаггера, который нам всем давно обещали, а потом на Манки Кинга, как раз под Новый год в Поднебесной. Ну или же вал забьют член на китайский Новый год и сгребут всё в одну кучу 12-го числа – и героя, и ивент, и две Арканы, и балансные правки, и бог знает что ещё. Но это я даже не рассматриваю, потому что Новый год по китайскому календарю – это слишком крутой инфоповар, чтобы габеном не воспользовался. Да и как я уже недавно говорил, вводить сразу две Арканы – это как-то слишком. Это куча работы за короткий срок, и при этом мало кто купит оба предмета сразу, и Valve просто потеряют бабки, то есть это для них не имеет никакого смысла. Итак, давайте подведём итоги. У нас будет два задоначенных ивента, и две Арканы. Первый будет уже через пару недель, а второй – в начале февраля. Так что откладывайте лишние 2000 на первую Арканку и потом ещё парочку на вторую. Кстати, вполне возможно, что эти два куска вам неслабо отобьются за счёт дропа с ивента. На этом всё. Надеюсь, вам было интересно послушать мои рассуждения, а если вы со мной по какому-то поводу не согласны, то смело пишите свои комменты, возможно у вас есть какие-то супер свежие инсайды, пруфы или просто более годная теория. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok